всем привет я гела сегодня мы с вами будем шить вот такую вот прелесть если вам интересно оставайтесь со мной я шью впервые поэтому буду показывать весь ход работы со всеми ошибками чтобы вы не повторяли мои ошибки буду показывать собственно их исправление вот и что в итоге что из этого получится в общем если вам интересно оставайтесь со мной и так для данной красоты я нарезала вот такие квадратики стороной 10 сантиметров у меня получилось 8 цветов и 8 разных тканей вот сразу сразу говорю девочки сначала все просмотрите до конца буду показывать все свои ошибки так что резать там что-то не спешите вот смотрите такие ткани у меня получились я буду использовать вот эту желтенькую горошек например и лицевую и изнаночную вот это вот ткань тоже буду использовать и лицевую и изнаночную цвет там отличается то есть такой прием тоже можно использовать ее девочки опять-таки прошу прощения этот грохот я не знаю наверное не прекратится это симона моя летает тут просто по стенам вот таким образом я нарезала вот квадратики для звезды мне значит нужно по восемь квадратиков теперь каждый квадратик мы загладим вот таким образом одну из сторон ну где-то примерно там на сантиметр вот так вот при паре так поступаем с каждым квадратиком вообще до нас будут данная техника называется артишок складу когда складывается вот такая звезда да и когда-то давным давно очень давно я пробовала даже делать шарики вот эти в технике артишок получаются красивые такие штуковины вот а звезду именно вот по плоскости такую раскладушку я не не сшила и в одном из прошлых видео где-то меня просто попросили сделать такую звезду вот поэтому шью я впервые такую звездочку и то есть покажу весь решила записать весь ход работы чтобы вы видели все нюансы и не повторяли моих ошибок я их конечно понадела потому что впервые шью и здесь есть свои нюансы вот ткани скажу сразу уходит много вот но получается превосходная штука плотненький такой блок лоскутный которые можно использовать там допустим для подушки или там как элемент для чего-то но я не знаю одеяло делать полностью из таких звезд наверное разве что покрывала может быть потому что тяжеленько получится тканей собирается много вот ну собственно дальше все увидите в общем ну и я бы не сказала что прям экономная такая техника ткани уходит много вот и из тех тканей которые использовал сегодня можно сшить целое большое одеяло лоскутное так когда мы все загладили дальше я взяла вот такой лоскут основу основы не будет видны и расчертила вот здесь видно да пополам и по диагонали и по горизонтали по вертикали этот квадрат он у меня около 50 сантиметров и теперь выкладываем вот таким вот образом сгибом вниз вот таким вот образом все наши тканишки основы видно не будет чуть-чуть разве что в самом центре там едва-едва будет видно ну вот таким образом смотрите лицом к лицу как бы да вот дальше я убрала уже снизу то что у меня лежала просто не для того чтобы гладить потому что мне постоянно нужно будет вот так вот скалывать гладкая поверхность нужно вот таким образом мы разложили прочертить ну вот здесь я уже не показала прочертила линию и по ней прошлась вы знаете я начинала шить от центра в сторону с одной стороны и с другой стороны также вот но по идее то можно и сплошь линию про строчить сразу вот видите теперь нужно проделать то же самое перпендикулярно выкладываем тканишки скалываем их все вот и девочки я вот этим вот этой картон очка и меряю ну уже замеряю в общем линейка картон к этому не знаю замеряйте расстояние чтобы было одинаково если у вас там так много тканей может быть вы захотите поменьше ткани шик на первый раз взять я там дальше покажу какой получается вариант я решила сегодня уже сделать такую большую звезду вот так же все это скалываем как следует все померяем чтобы одинаковое было расстояние вот сколим прочертим линию по которой будем шить и видите ниточки я выводила назад но в принципе мне кажется наоборот их если уж ну то пошло можно выводить на лицо и не связывать там не завязать а просто прятать в этих складочках и все ну это я теперь уже знаю да вот потом я просто уже срезала ниточки дело закрепки так разложили мы по четырем сторонам и теперь проделаем то же самое по диагонали выкладываем все наши лоску . таким же точно образом вот ну точно точно также находим центр сгибом вниз вот так вот прям ровненько ровненько выкладываем где-то примерно сантиметр наверное даже не замеряла друг от друга мне эти квадратики так померили скололи все прикололи как следует прочертили и машинку те кто уже знает кто сшил наверное уже поняли что я сейчас где я уже ошиблась а те кто не знает смотрите дальше чтобы не забыть когда вы будете шить сами проживите со мной эту ошибку вот но не режьте пока просмотрите полностью вот таким образом мы прострочили всю дорогу она мне мешала шьется быстро конечно все это просто нужно заготовить зараз сразу все все квадратики все и когда у вас все готово и все поэтапно вы делаете то делается это быстро там господи восемь швы восемь там или получается сколько этих швов снежиночка а дальше в общем быстро шьется и довольно просто без заморочек если у вас все правильно сделано вот видите она как хочет внимание хоть что я с ней играла итак мы все подготовили теперь приступаем к складочкам вот таким образом мы складываем уголок вот так первый этап посмотрите медленно дальше в принципе в настройках здесь ю тубе вы можете настроить и быстрые и замедленный режим как вам угодно вот смотрите таким образом складываем до 1 уголочек дальше будет гораздо проще все вот и 2 сначала внутрь уложили его и затем наружу вот так вот складочку первую мы делаем вот таким вот образом ну а дальше уже как будто косички плетем вот так вот вот так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но, собственно, забегая вперед, скажу, что по кругу не нужно, нужно делать по лучикам все-таки Но в данном случае мне это немножко помогло В том плане, что я хоть быстрее обнаружила свою ошибку и передела все, иначе бы я весь круг Вот таким образом, смотрите, какая прелесть у нас уже вырисовывается, да, это центр нашей звездочки Пока я не строчу, просто подкалываю два верхних лоскута Вот видите, первую мы дважды делаем складочку, а второй, второй желтенький лоскут уже по одной складке И подкололи Далее мы прокладываем строчку вот таким вот образом, ниже вот этой следующего лоскута Так, чтобы ниточки не было видно, понимаете И вот эти ниточки, их по идее можно не обрезать, не делать там закрепки, а оставлять здесь, понимаете В складочках они будут внутри Вот теперь, после того, как мы прошили, нам нужно сложить следующие лоскутики И я подумала, что я буду по два их, класть строчку по два лоскута А дальше, вы видите, я обнаружила свою ошибку Мне не хватает размера лоскутов И мне пришлось, представляете, вот эти четыре лоскута следующих Все поотпарывать и выкроить 20-сантиметровые Представляете, иначе вот что у нас получается Но это в данном случае, когда у меня восемь цветов здесь, восемь лоскутов И я хочу большую звезду Но можно сделать и маленькую, вот например, из четырех Но опять же, лоскуты можно и почаще складывать, пореже Вот в данном случае, вы видите, да, у меня получилось 25 где-то сантиметров Из 10-сантиметровых лоскутов, вот четыре ряда 25 сантиметров у вас получается звездочка Ну, вернее, полностью блок вот этот Это я вам для информации, чтобы, может быть, на первый раз вы попробуете С меньшим количеством Тоже получается, видите, красивая штучка Ну, а я, вот в этом моя самая большая изначальная ошибка Главная была Вот, ну ничего, я все отпорола, выкроила Крупные лоскуты, 20-сантиметровые квадраты И вы знаете, девочки, теперь вот скажу Для большого, ну почти пятьдесят, там, сорок восемь сантиметров Что ли у меня квадрата основа Вот, я взяла восемь лоскутов, да В итоге у меня получилось по четыре То есть восемь, господи По четыре лоскута 10-сантиметровых И по четыре 20-сантиметровых Ну, по четыре цвета я имею в виду Вот, а в итоге у меня получилось посчитать Это получается 32 квадрата 20-сантиметровых И 32 10-сантиметровых Вот, и представьте себе, из этих тканей Можно сшить большое одеяло Так что имейте в виду Ткани здесь не экономятся Но, мне кажется, оно того стоит Очень красивая получается звезда И очень плотненькое такое шитье Для коврика, для подушки, там, для чего угодно Вот, ну а дальше, ну что делать Все по новой То есть таким же образом выкладываем Наши квадраты Как бы в продолжение, да И таким же образом, только уже с большими квадратами Все это прострачиваем Ну, а дальше Продолжаем собирать Но, девочки, не по кругу А лучше собирайте Именно по лучикам Вот таким образом Складываем Подкололи и на машиночку Проложили строчку Ниточки, видите, вот таким образом Я прям там оставляю Внутри И все, и они Вот таким образом Раз, раз Сложили И все это быстренько Собирается И получается вот такая Прелестная прелесть Сразу, изначально Можно сделать Я не знаю По кругу Наверное не стоит Но надо обращать внимание На самом начальном этапе Вот когда вы вот этот розовенький Розовенький уголочек Складываете Чтобы все это было Ровненько и одинаково Ну, чтобы потом лучи у вас не уходили Там, в разнобой Чтобы были одинаковые все А потом, вот таким образом Маленькие лоскуты Я по два складывала и строчила А большие уже каждый Все И вот таким образом Уже идем спокойненько И собираем наши лучки И получаем вот такую Прелестную прелесть Редактор субтитров А.Семкин Ну, вот на этом, собственно, и все Вот такая вот Красивенная, обалденная Просто она настолько красивая получилась Вы знаете, звезда Основа 48 на 48 Все лишнее я пообрезала Вот такая спинка Белыми нитками, как раз видно вам Вот такой получается блок Но вы должны понимать, да Он довольно плотный Потому что здесь 8 слоев ткани По крайней мере 4 крупные квадраты Это все-таки Такой плотненький получается элемент Для будущего изделия Шьется на одном дыхании Потому что шить очень интересно И получается вот такая вот красота Ну, дальше, естественно, вы уже, я не знаю, обрабатываете там углы Ну, смотря что вы хотите сшить Сумку, там, подушку и так далее Это я уже не стала А показала именно ход работы Как и что делается Вот с такими нюансами Вот такая звезда у меня получилась Ну, я надеюсь, не зря записала это видео Со всеми своими ошибками Может быть, вам пригодится Мой опыт И у вас, конечно же, получится лучше Получится у каждого Потому что шьется совершенно просто Ну, а на этом я буду с вами прощаться Желаю вам всего доброго Приятного вам рукоделия И бесконечного вдохновения Буду благодарна за подписки Лайки Если вы поделитесь этим видео Со своими друзьями в соцсетях Ну, а на этом все Всего вам доброго Пока-пока